Прическа с большими белыми бантами, в руках колокольчик с красной лентой. У Златы Дюкиной сегодня премьера, первый звонок в 10-й школе города Видное. Позади несколько дней подготовки с использованием учебного снаряжения. Мне давали какой-то звонок, а с самого начала мне мама дала ключи от машины. Ну потом мы по лестнице пошли на плечо. Лестницы использовали только на репетициях, сегодня обошлись без них. Сразу после звонка очередь красной ленточки. Ее разрезают районные власти вместе с руководством школы и учениками. Символический ключ от учебного заведения к этому моменту уже в руках директора. На несколько мгновений рассмотреть его поближе разрешили нашей съемочной группе. Вот он ключ от новой школы. На ощупь весит примерно как две плитки шоколада. По словам директора, после открытия будет храниться в ее кабинете на видном месте. Видное место для самой школы в новом микрорайоне было выбрано несколько лет назад. Сроки строительства неоднократно сдвигались. Первоначально, еще года два назад планировалось открытие этой школы, но затем строительство было приостановлено. Но когда проблема была решена, школу открыли. Открыли в срок намеченный. К намеченному сроку новостройки вокруг школы почти полностью заселили. Кто-то из учеников недавно жил в Нижнем Новгороде, кто-то приехал из-за океана. Говорят, там подход к учебе совсем другой. У нас это, конечно, все более централизованно происходит, все на более высоком уровне. В Америке немного другая система образования в том плане, что она более свободная. То есть там свободный выбор предметов, свободная форма. Но в целом это свободная страна, и поэтому именно воспитание и обучение детей происходит в более свободной форме. В свободной форме прошел первый учебный день школы номер 10. Ученики знакомились с учителями и друг другом. Директор подписывал о благодарности сотрудникам. Алексей Пименов, Константин Брылов и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.